Всем огромный привет! Торт я уже собрала. Здесь у меня сливочно-карамельный крем, чернослив, курага и грецкий орех. Как видите, торт я не выравнивала, потому что я буду украшать боковые стороны торта вот такой вот насадкой узкий листок. Вот такая вот насадка у меня. Она у меня без номера. Беру, выдавливаю крем и тяну его вверх. И делаю такие вот волнистые полосочки. И вот таким образом украшаю весь торт. Сейчас я хочу украсить верх и низ торта. Буду делать такой вот маленькой насадкой розы. В часть скандинского мешка с тонкой стороны насадки я выложила крем синего цвета. Остальную часть заполню белым кремом. Крема я добавила. Аккуратно его распределяю вниз, чтобы он шел равномерно. Самое главное назад поставить. Насадку. Все. Вот этот крем я выдавлю, так как мне и нужен такой цвет. Так, вот. Все. Сейчас буду отсаживать крем по верху и низу торта. Буду отсаживать, выдавливаю крем. И вот так вот волнообразными движениями провожу рукой. Вот такая окантовочка получается. Все. Ваше. Во время. Все. Все. Ваше. Ваше. Сейчас я буду делать очень интересные такие цветочки. Они похожи немножко на колючки, но смотрятся очень интересно, оригинально в тортике. Для этого цветочка мне понадобится насадка. Вот такая вот маленькая круглая насадка и насадка маленькая хризантема. Большую шапочку кремовую. Можно делать любой насадкой, я отсажу. Извините, у меня крем остался, поэтому я отсажу этой насадкой. Вот такая. И маленькой круглой насадкой начинаю отсаживать маленькие колючки. Начинаю веду вверх и рядышком оттягиваю вверх. Делаю такие колючки. Должен получиться такой приличный большой ежик колючий. Ну вот все, теперь я отвожу в сторону у них немножко. Такая долгая, кропотливая работа. Конечно, делать колючки. По мне, лучше здесь из розочек скрутить. Ну, эти цветочки тоже смотрятся очень красиво, интересно. Чем больше таких колючек сделаете, тем больше получится цветочек. Так, вот такая, мне кажется, достаточно. Такая основа получилась. И теперь насадкой маленькой хризантемы делаю лепесточки. Сначала немножко вверх, небольшие, такие, недлинные. И еще один делаю ряд. Здесь уже подлиннее отложу лепестки. И сейчас, чтобы цветочек стал более ярким, синим. Я использую вот такой вот распылитель. Здесь уже видно, что цветок приобретает такой ярко-синий цвет. Красивый такой оттенок. Вот такой цветочек получается. И сейчас аккуратно саживаю его на торт с помощью ножниц. Какая красота. Таких цветочков буду два делать. Итак. Какая коеточка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Я уже посчитала, надеюсь, правильно. Вот такой вот яркий, красочный торт у меня получился. Здесь я еще добавлю надпись на пустом месте, поэтому не уделяюсь, что осталось пустое место у меня. Надеюсь, вам понравилось оформление такого тортика. Желаю вам всего-всего самого доброго. С вами была я, ваша Наташа. Всем пока-пока! Спасибо.